Приветствую всех на канале. Вот такой автомобиль к нам в работу попал. Это Chevrolet Menlo. Правда здесь от Chevrolet ровным счетом ничего нету. И это не совсем Chevrolet, это Shanghai General Motors Vulink. Компания, которая делает эти автомобили. То есть совместное предприятие, но ничего общего с GM она не имеет. По крайней мере по диагностике по железу. Пробовали диагностировать ее диагностикой для GM, но такой машины там просто-напросто нет. И она ее никаким образом не распознает и не диагностирует. Соответственно ни Launch, ни Diagzone, ни Outel эту машину даже не читает. Вот так она себя ведет. На приборах не отображается ни уровень заряда батареи. В общем ничего вообще, ни пробег. При том, что автомобиль у нас сейчас запущен и он едет. Вот он пробует двигаться. Но при этом на приборке не отображается ни режим Ready, ни выбранная передача. Вообще ничего нет. И не включается вот этот монитор. В общем сейчас буду диагностировать и смотреть, что у нас за проблема. Диагностировали ее китайской диагностикой для китайских автомобилей. Среди заявленных автомобилей я не вижу эту машину. Есть V-Lite, X-T5, GL6, CT6, X-T5, V-Lite 5. Короче, может быть он здесь и есть, но в любом случае я уже этой диагностикой, этот автомобиль диагностировал. Поэтому сейчас тоже именно этой диагностикой диагностирую ее. И посмотрим на что жалуется она. Потому как я уже делал диагностику, нам этот автомобиль привозили. Для того, чтобы мы продиагностировали и сказали, какая неисправность. Люди забрали автомобиль, но через какое-то время привезли, чтобы мы с ним разбирались. И вот сейчас опять нужно вспомнить, что там были за ошибки и заниматься диагностикой и ремонтом. Насколько я помню, здесь какие-то блоки не выходили на связь. Так, вот эти блоки у нас вышли на связь, но когда я диагностировал до этого, Chevrolet Manlo, у которого была немножко другая проблема, там блоков было гораздо больше. То есть у нас реально какие-то блоки не выходят на связь. И что у нас за ошибки? Вот наши ошибки, которые у нас есть. И все в основном с буковкой У, а это по коммуникациям. Так, у нас есть ошибка по чтению EEPROM, общий сбой памяти. А это уже не очень хорошо. И в основном у нас все ошибки связаны по 12-вольтовой батарее. Сейчас их надо все удалить. Посмотрим, что останется. И тогда заходить уже в отдельные блоки, смотреть отдельные блоки. Так, ошибки у нас сейчас потерлись. Там у нас ничего не поменялось. И какие блоки у нас не вышли на связь. Вот сколько всего блоков. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть. 24 всего блока установлено в автомобиле. А у нас вышли на связь только... Вот 24. А у нас вышло на связь только что-то около 6-7 блоков. Вернее сказать, 8 блоков вышли на связь. И ошибки у нас остались только в одном блоке. Так, вот когда эксклюзивный автомобиль, то очень проблематично искать какие-то мануалы. Вот где теперь брать мануал на эту машину, на какой шине они висят. И теперь придется просто методом тыка. Возможно, у нас что-то ложит к коншину. И из-за этого у нас блоки не выходят на связь. Короче говоря, теперь из этого перечня всего нужно откидывать разъемы с блоков и смотреть, будет ли у нас выходить на связь отдельные системы. Сейчас мы отсоединили приборку и сравниваем данные, которые мы считывали с подсоединенной приборкой и без нее. Как мы видим, количество ID пакетов уменьшилось. Допустим, 122 пакет здесь есть, а соединенной приборкой его нет. Но почему-то в шине очень много нуликов шлется. Прям нули-нули-нули-нули. Обычно тут какие-то данные должны быть отличные от нуля. Я понимаю, что машина стоит, может с этим как-то связано. А возможно блок как-то отшился или забил свою прошивку. Еще что-то в этом роде. Как-то на мой взгляд слишком много нулей должны быть данные меняться. Нетипично выглядит. Непонятно теперь, почему у нас половина машины не видится. Либо действительно где-то обрыв провода, либо же действительно что-то с прошивкой какой-то блока. Дело в том, что здесь кан заходит в блоке и насквозь проходит. То есть если отсоединив приборку, то мы уже физически отключили половину Кана. Ну не половину, а следующую цепочку Кана. Вот сейчас стоит вот этот пакет, который послался вот один раз. И перестал посылаться. К сожалению, схем на нее нету, но меня смущает другое, что здесь это все разбиралось и стелился коврик. Этот коврик не заводской, и его ставили в Китае. И этот автомобиль по Украине так и не ездил. То есть не исключено, что эти коврики были поставлены, и они могли быть причиной этой проблемы. Дело в том, что весь коврик этот был заправлен, вернее не был, а он так и есть заправлен под вот этот пластик. А именно под вот этим пластиком идет жгут проводов. Поэтому, возможно, придется снимать весь ковер. Вот даже видно, что это не заводской. Это уже сверху его постелили. В общем, нужно будет тогда снимать сидение, снимать этот ковер и смотреть, куда этот жгут проводов идет. Будем действовать как слепые котята. Будем заниматься ремонтом слепую. Бывает, к сожалению, и такое. Особенно, когда автомобиль какой-то эксклюзивный. Подключились к коншине другого автомобиля. И здесь гораздо больше пакетов. Мое предположение о том, что нули это ненормально, ошибочно. Тут тоже много нулей передается. Но это, возможно, нормально, потому что мы стоим, никуда не едем. Но в этом случае намного больше конпакетов на шине. И приоритетных пакетов больше, да? Да. И, возможно, действительно не хватает, ну, какой-то где-то обрыв на коншине. И какая-то конветка просто не выходит на связь. Данные не доходят до приборки или до бодика. В общем, мучились-мучились с поиском схем, но так и не нашли. И решили посмотреть, что у нас по кан-анализатору. Какие посылки у нас есть, каких нет. И примерно нашли, что у нас нету на приборке, нету кан-ан, который идет в этом разъеме. И сейчас подсоединили проводами, иголочками. Все, конечно, на соплях. Появился у нас кан с большим количеством посылок. И начало у нас показывать уровень заряда. Даже пробег 166-156 километров. И показывает, что автомобиль в рейде. Я, правда, не помню, был он в рейде или не был. Но сейчас показывает. А сейчас, кстати, стеклоподъемники заработали или нет? У нас стеклоподъемники пока у нас не работают. Но, как минимум, что-то уже на связь вышло. То есть, где-то у нас явно есть проблема с каким-то блоком, который у нас не соединяет эти каны. И из-за этого у нас такая беда. Так, вот так вот мы анализируем. Благодаря вот такому вот приборчику мы смогли проанализировать, каких посылки у нас есть, каких посылок нет. Так, мы продолжаем дальше заниматься. Этой увлекательной историей. Так, сейчас я откину провода и посмотрим нашу теорию. Действительно ли так, как мы думаем. Да, пропало рейде и пропало положение селектора. И пробег снизу пропал, да? Да, и пробег снизу пропал. Все отлично. Так. Селектор появился. Появился селектор? Исчез. Я просто один провод. Так, все, есть. Да, все появилось. Все появилось, то, что пропало. Так, супер. Так, теперь нужно понять, в какую сторону они у нас идут. Но что интересно, несмотря на то, что на приборке у нас появились сигналы, здесь больше блоков на связь не повыходили. По сути, те же самые блоки вышли на связь, которые были. На данный момент запараллелил кан приборки с каном на этом разъеме. И теперь нужно посмотреть, куда этот кан дальше идет и где он дальше не коммутируется. И что-то мне подсказывает, что все-таки проблема у нас в бодике. Но до этого сейчас дойдем. К сожалению, работа без схемы – это пальцем в небо. Поэтому все делается чисто методом научного тыка. Вот такая вот ситуация. Демонтировал бодик. Сейчас скрою его и посмотрю. Бодик у нас CygGM. Не знаю, как на GM-ах, на нормальных американских GM-ах это все реализовано. Но китайцы взяли здесь, впаяли вот такие вот пластиковые заклепки. В смысле расплавили пластик и таким образом зафиксировали плату. Плата у нас, на первый взгляд, здесь все красиво. Она у нас располагается вот в таком положении. И здесь вот видно какие-то окислы. Непонятно, что это. Возможно, сюда что-то затекало. И это верхняя часть. То есть, если туда что-то попадало, то оно могло попадать и вовнутрь платы. Поэтому придется вот эти сейчас распаивать, срезать и добираться до внутренней стороны платы. А вот это у нас, походу, идут кан-трансиверы. Надо будет сейчас посмотреть, что это такое. Скорее всего, это наши кан-трансиверы и есть. Потому что разъем именно вот этот у нас идет на кан. В общем, как показало, что вот этот вот окислы ни на что абсолютно не влияют. Вот здесь они были. Здесь был легкий налет, но даже переходы не погнили. Здесь их много, это масса. Поэтому, в принципе, ни на что не повлияло. А вот с этой стороны у нас, как казалось, есть проблема по кан-трансиверу. По кан-трансиверу, по вот этому здесь стоит ТЖА-1044 и по вот этому защитному диоду. И сейчас хочу их снять и прозвонить без защитного диода и заодно, возможно, поменять вот этот кан-трансивер. Подкинуть на место и посмотреть, что из этого выйдет. После выпаивания подозрительного кан-трансивера оказалось, что у нас проблема была дальше в микросхеме, которая играла роль гейтвея. И коммутировала в себе все кан-шины. У этого процессора пробит порт. Если встать на землю. Вот. 42 мВ падения. Вот так, вот так. Допустим, на этом 0,7. Ну, то есть, через диод. А это у нас инфинион, да? Следовательно, на его кварце, на этом генерации нет вообще. То есть, там даже напряжение никакое не поднимается. И проблема в том, что этот блок нужно к автомобилю подшивать. Но мы еле-еле ее диагностируем. А подшивки блока тут вообще пока речи и нет. Поэтому надо пробовать... Ей промок нет. Ей промок все здесь. Надо пробовать вычитать прошивку здесь. И если получится вычитать ее, и заменить процессор, перезалить, тогда спасем, а иначе будет очень-очень большая беда. Найти отдельно такую микросхему мы не смогли. Поэтому вынуждены были заказать новый бодик. Когда пришел новый бодик, то все блоки начали выходить на связь через диагностику. Но автомобиль не запускался, так как новый бодик не видел ключ зажигания. Но, как я раньше говорил, что полноценного диагностического инструмента для привязки ключей на новый бодик у нас нет. При этом китайцы, к которым обратился клиент, отказались помочь в данной ситуации. Мы сначала пробовали вычитать со старого бодика и перезалить в новый, но микросхема оказалась залоченной, и мы не смогли этого сделать. Так как перепрошивка у нас не удалась, пересадили процессор, он был целый, а вторая микросхема, которая работает как гейтвей, в нем как раз была проблема. В общем, поменяли микросхему, и у нас автомобиль заработал. Показывает и пробеги, и показывает, что ready. И сейчас нужно будет подключить... И, кстати, заряд батареи тоже показывает. Сейчас нужно будет еще раз подключить диагностику. По идее, все блоки уже будут на связи, постирать ошибки, и, в принципе, автомобиль можно будет выпускать. Так, после перепайки процессора у нас все блоки вышли на связь. Остались в некоторых блоках ошибки. Сейчас их удаляю. Так, есть еще пока у нас ошибки. Так, что у нас за ошибки? Так, ну это, в принципе, GM, поэтому надо ее вогнать в сервисный режим. Потому что некоторые ошибки не хотят удаляться в обычном положении. Так, вот сервисный режим. И еще раз удаляем ошибки. Так, ошибки у нас удалены. Осталась одна ошибка. И что эта ошибка значит? Получен неверный... Потеря на связи с BCM получен неверный серийный номер. Так, к сожалению, эта ошибка у нас осталась. Но ее нужно, скорее всего, только программно удалять. Но ее нет. Так, интересно, она светится на приборке или нет? По большому счету, если она не будет светиться на приборке, то можно ее игнорировать. Так, сейчас надо позакрывать все, пособирать и посмотрим. Ну, нужно еще, кстати, проверить, заряжается автомобиль или нет. Автомобиль у нас заряжается и все работает. Соответственно, автомобиль можно выпускать владельцу. В итоге, диагностика и ремонт с ожиданием запчастей у нас занял несколько месяцев. Вот такой вот был ремонт. И если вам нравится такой контент, то подпишитесь на канал и не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До скорой встречи на канале!